Добрый день! Прежде всего, хотелось бы начать с простого, но такого важного вопроса. Высшее образование сегодня становится доступнее для людей с инвалидностью или с теми, у кого ограничены возможности здоровья? Есть ли в этом разница? Закон Российской Федерации об образовании гарантирует получение образования в том числе и высшего абсолютно всем категориям. Поэтому сегодня мы можем говорить, что студенты, имеющие инвалидность, могут обучаться в вузах Дальнего Востока, Российской Федерации и так далее. Но студенты же, они становятся не сразу. Выпускники школ начинают подходить к тому, что им нужно получить образование еще в школе. Поэтому у них есть все возможности и перспективы в выборе дальнейшего пути развития и пути обучения. Так, на сегодняшний день есть статистика, что каждый второй выпускник школы хочет получить высшее образование, но мы говорим о тех выпускниках, которые имеют ограниченные возможности здоровья или инвалидность. Поэтому в этом учебном году количество абитуриентов, поступивших в вузы, примерно в полтора раза больше. Вот так, например, в вузы Хабаровского края в прошлом году поступило 104 абитуриента с инвалидностью, а в этом учебном году, в 2018-2019, эта цифра уже 144. Ого, вот это показатели. А скажите, ваши ресурсные центры? Я знаю, что на Дальнем Востоке он один, по всей России их всего 16. Как вы помогаете людям с ограниченными возможностями здоровья обучаться? На территории Дальневосточного округа, округ у нас очень большой, создан ресурсно-учебно-методический центр не случайно. На территории Дальнего Востока, так же, как и везде в Российской Федерации, вот я сказала уже вам, да, есть выпускники школ, которые хотели бы получить высшее образование. То есть они имеют все шансы стать студентами. Поэтому этот центр наш нацелен на то, что мы можем оказывать помощь по четырем направлениям основным. Прежде всего, это профориентация, обучение и сопровождение студентов с инвалидностью, помощь профессорско-преподавательскому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному персоналу в обучении и сопровождении студентов с инвалидностью, а также постдипломное сопровождение студентов с инвалидностью, которые окончили высшее учебное заведение. Так вот, наш центр создан для того, чтобы оказывать консультативную и другую помощь всем вузам Дальнего Востока. Вот на сегодняшний день мы работаем абсолютно со всеми вузами Дальнего Востока, но которые подчиняются Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Это как? То есть, вот на территории, например, города Хабаровска существует много высших учебных заведений. Мы с ними, и не только с ними, это по всему Дальнему Востоку, заключили между собой договора. То есть, это своего рода соглашение о сотрудничестве, что наш ресурсно-учебно-методический центр готов им оказывать любую помощь, начиная, как я уже сказала, прежде всего с консультаций, в разработке адаптированных образовательных программ, в обучении профессорско-преподавательского состава для работы со студентами с инвалидностью, в проведении мероприятий по профориентации, по содействию трудоустройству, в поиске и подготовке нормативно-правовых документов и так далее. То есть, мы можем оказывать помощь не только, скажем так, вузам Дальнего Восточного округа, но также мы оказываем помощь родителям, которые имеют школьников с ограниченными возможностями здоровья, работаем со студентами с инвалидностью, не только с нашего вуза Тихоокеанского государственного университета, а также с любого вуза Дальнего Востока. Татьяна, я знаю, что существует некий информационный портал, ресурс, куда как раз родители наверняка могут обращаться, смотреть, где и куда, с какими возможностями их дети могут пойти обучаться. Расскажите о нем, пожалуйста. Портал высшего инклюзивного образования создан специально для того, чтобы родители и выпускники школ могли обращаться к ресурсам этого информационного, скажем так, канала, где представлена информация о вузах Российской Федерации. Причем эта информация есть, понятно, на сайте каждого вуза, а вот именно на портале высшего инклюзивного образования размещено следующее. Во-первых, какая есть доступная среда в том или ином учебном заведении, какими техническими средствами обучения обладает то или иное высшее учебное заведение, а также есть перечень адаптированных образовательных программ, учебно-методических комплексов, которые используются при обучении в дальнейшем, скажем так, студентов с инвалидностью, технологии, которые применяются при обучении, а также службы, которые могут оказывать помощь студенту с инвалидностью. Поэтому сами выпускники школ, имеющие ограниченные возможности здоровья, либо их родители могут заранее познакомиться с учебным заведением, куда планируется поступление, и узнать, комфортно будет чувствовать себя ребенок или выпускник школы или нет, либо, изучив несколько учебных заведений, выбрать то, которое будет для данного ученика, выпускника школы, наиболее, скажем так, востребованным, и где будет ему оказано психолого-педагогическое, социальное сопровождение, то есть где будут созданы условия для его обучения. Потому что на сегодняшний день доступная среда создается во всех вузах, но, к сожалению, она еще сегодня создается, и нельзя сказать, что на 100% все вузы имеют доступную среду. Но, тем не менее, многие вузы имеют тот набор, который необходим прежде всего для той или иной нозологии студентов с инвалидностью, и студент может благополучно, проучившись, закончить обучение. А вот возьмем, если, в пример, Тихоокеанский государственный университет. Насколько там вообще возможно обучаться людям с ограниченными возможностями здоровья? В Тихоокеанском государственном университете созданы условия для всех нозологий студентов. Если мы будем говорить о наличии, скажем так, условий для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, они созданы. Так, в главном корпусе вуза есть лифт, который специально предназначен для студентов с инвалидностью. Если мы возьмем другие нозологии, нарушения слуха, нарушения зрения, есть специальный центр технических средств, откуда могут те или иные, скажем так, аппараты, оборудование преподавателей брать для проведения занятий. Можно прямо располагаться в данной аудитории для того, чтобы обучать студентов. Для студентов созданы адаптированные образовательные программы, адаптационные модули, индивидуальные планы под таких студентов могут составляться. Ну, то есть для студентов есть все возможности получить обучение. И, в принципе, это не только в нашем вузе. Также есть и другие вузы на территории Дальнего Востока. Но особо мы можем отметить на сегодняшний день это Республику Саха-Якутия, Дальневосточный федеральный университет, но и в других вузах сделано очень много для того, чтобы там могли обучаться студенты с различными нозологиями. Сделано много, делается очень много, и эта работа будет продолжаться. Так, как я сказала, количество студентов с инвалидностью будет продолжать увеличиваться из года в год. Скажите, а вот, да, университеты стараются, вы стараетесь для того, чтобы в университетах было легко обучаться людям с ограниченными возможностями здоровья. А в городе, смотрите, до университета нужно нам добраться, да? То есть, может быть, уже какие-то придумали специальные автобусы, доставку, ну, что-то для того, чтобы человеку не просто учиться было легко, но еще и с удовольствием туда ездить, ходить. Ну, прежде всего, конечно, родители, выбирая, скажем так, место обучения для своего ребенка, они сразу предусматривают, да, как он будет добираться. У нас в городе есть социальное такси, которое может доставить любого студента с инвалидностью в вуз и обратно. Насколько оно доступно по финансам? Доступно по финансам? Для студентов с инвалидностью доступно. Вы сказали про то, что из года в год количество студентов с инвалидностью и ограничением по здоровью увеличивается. Но это не значит, что люди с такими проблемами, их количество растет, да? Просто растут возможности обучения их. Скажите, растут ли возможности их трудоустройства после окончания вуза? Я сейчас вам приведу цифры выпускного курса прошлого года. В прошлом году в Хабаровском крае 66 студентов с инвалидностью окончили вуз. 33 из них трудоустроено. Причем 30 по специальности. 17 продолжили обучение дальше. Ну, то есть по программам магистратуры, аспирантуры. То есть эти цифры говорят сами за себя, что делается большая работа на территории Хабаровского края по трудоустройству не только студентов с инвалидностью, а также людей с инвалидностью. Созданы специальные программы. Так есть программа сопровождения, постдипломного сопровождения молодых людей с инвалидностью. То есть эта программа предусматривает работодатель, организовывает доступную среду, трудоустраивает выпускника с инвалидностью. И для него создаются все условия для того, чтобы он мог успешно работать. Но кроме этого идет адаптация не только самого студента с инвалидностью, который уже выпускник, ну а также идет адаптация и всего коллектива к данному сотруднику. А вы сказали, что 66 выпускников было. А какие специальности они окончили? Какие специальности они получили? Ну, если есть как это больше и наибольший процент. То есть куда идут учиться? Вообще география специальностей очень широкая. Но наиболее востребованы это прежде всего педагог-психолог. Все, что связано с информационными технологиями, все, что связано с бухгалтерией и экономической науки. То есть это вот наиболее популярные специальности? Да, наиболее популярные среди тех, кто имеет инвалидность. Скажите, жители Хабаровска, с какими еще вопросами могут обращаться в ваш ресурсный центр? В наш ресурсный центр могут обращаться как выпускники школ, имеющие инвалидность или ограниченные возможности здоровья, а также их родители, могут обращаться буквально по всем вопросам. Например, какой ВУЗ выбрать для дальнейшего обучения? Какая есть доступная среда в том или ином ВУЗе? Какие документы нужны для поступления в ВУЗ? На что может рассчитывать абитуриент с инвалидностью, поступив в то или иное учебное заведение? То есть какие службы сопровождения есть в том или ином ВУЗе? Какая помощь будет оказана для дальнейшего обучения, адаптации студентов и так далее? Ну то есть буквально на все вопросы, связанные с обучением инвалидов, мы готовы ответить. Люди, которые поступают в ВУЗ, они зачисляются в ту же группу, где люди без ограничений физических учатся? Или это какие-то формируются специальные группы? К сожалению, ну может быть даже это и не к сожалению, на Дальнем Востоке, так как все же у нас численность населения не такая большая, скажем, как в западных регионах нашей страны, у нас не существует в ВУЗах отдельных групп по обучению инвалидов. У нас студенты с инвалидностью обучаются в общих группах. И это способствует тому, что у них процесс адаптации проходит быстрее и лучше. И в этом году мы, вот именно наш ресурсный учебно-методический центр, решили обратиться и развивать волонтерское движение, но мы его называем волонтерское движение в инклюзивном ВУЗе. То есть получается, можно по-другому сказать, инклюзивное волонтерство, потому что само по себе волонтерское движение развито очень хорошо в каждом ВУЗе. А в этом году мы подумали о том, что необходимо волонтеров каким-то образом приблизить прежде всего к студентам с инвалидностью, которые обучаются в тех же ВУЗах, где и существует волонтерское движение. Поэтому студенты-волонтеры могут оказывать помощь, плюс одногруппники, даже не будучи волонтерами, оказывают различную помощь студентам с инвалидностью. И тем самым у нас в обществе идет формирование инклюзивной культуры, потому что сами студенты становятся более толерантными, они учатся воспринимать студента с любыми проблемами в развитии и оказывать ему помощь. Вообще по документам правительства доступная среда будет формироваться до 2025 года и продлят потом до 2032 года, потому что это все упирается в то, что это нужно очень большое финансирование. Это то есть создание доступной среды не только же в высших учебных заведениях, а создание доступной среды, начиная элементарно, парковки, магазины, аптека. Ну то есть вся инфраструктура, которая есть в городах, поселках. На самом деле просто это большое вложение финансовое нужно, но тем не менее оно у нас и в Хабаровске потихоньку создается все. Просто то, что на это действительно нужно много-много времени. Медленно, но в нужном направлении двигаемся. Медленно. И потом то, что на зоологии разные. Опорно-двигательный аппарат, нарушение зрения, нарушение слуха. То есть для них же нужны разные условия. И соединить вот эти вот все условия. Вот у нас в УЗИ очень много делается. Это в ТОГУ. В ТОГУ. И уже создано это все. Но тем не менее все равно перспективы развития очень большие есть. Вот в этом году мы планируем установить. У нас уже есть терминалы. Тем не менее еще два терминала, где студенты с различными нарушениями могут, например, посмотреть расписание, схему здания того или иного и так далее. Ну то есть все, что им необходимо вот в первую очередь для того, чтобы начать хотя бы свое движение. Спасибо вам большое, что пришли, поделились такой ценной информацией. Спасибо вам. Спасибо.